В Приднестровье почти на 70% поменялась номенклатура лекарств, которые сейчас продаются в наших аптеках. Об этом рассказали в Ассоциации фармацевтов Приднестровья. Недорогие российские, украинские, белорусские препараты вытеснены лекарствами из Европы. Отсюда и рост цен. Некоторые лекарства подорожали в 5-6 и даже в 10 раз. Тему продолжит Ирина Руснак. Накануне ГТК опубликовал данные. За первые три месяца в Приднестровье завезли на 2% меньше лекарств и другой фармпродукции по сравнению с этим же периодом прошлого года. Снижение небольшое только на первый взгляд. Из аптек пропали практически все доступные по цене лекарства. Как изменились цены, рассказали в Ассоциации фармацевтов Приднестровья. Некоторые лекарства стали дороже на 100%, некоторые на 30%, некоторые на 20%. Есть аналоги, я имею в виду. Можно среднеарифметическую взять, там на процентов 30-40 дороже. Но есть аналоги, которые подорожали в разы. Если флюканазол импортировали из России, 5 рублей он стоил, то сейчас европейский стоит 63 рубля. Представьте, насколько. Раньше доля лекарств российского производства была 70% от всего ассортимента. Сейчас это 2-3%. Цены на эти препараты были намного ниже, чем в Молдове. И жители Молдовы ездили за лекарствами к нам или покупали через родственников. Это сильно не нравилось молдавским фармкомпаниям. И это одна из причин, почему в Приднестровье ввели молдавский реестр медикаментов. Об этом пишут молдавские СМИ. Теперь практически всю фармпродукцию мы вынуждены закупать у молдавских посредников. Мы сейчас покупаем, в принципе, 80% у молдавских компаний. Они там и добивались этого всего. Им интересно, чтобы рынок наш брал у них. Все наши фармкомпании вынуждены следовать регистру Молдовы. До 1 января наши фармкомпании еще могли завозить недорогие российские и украинские лекарства из Приднестровского списка жизненно важных. Но с начала года Молдова и этот список отменила. В декабре-январе наши фармкомпании в надежде, что старые правила останутся, заказали лекарства у российских и индийских производителей. Эти медикаменты Молдова не пропустила. Сотни коробок сейчас на складе временного хранения в Кишиневе. Шансов, что эти лекарства все-таки доедут до наших аптек, практически нет, рассказали в Приднестровской ассоциации фармацевтов. Пока Молдова не идет нам навстречу и не выдает разрешение на импорт этих медикаментов. Не завозить лекарства нельзя, иначе медикаменты в Приднестровье просто исчезнут. Чтобы не оставить приднестровцев без лекарств, приходится покупать то, что разрешено по Молдавскому реестру. Там в основном европейские аналоги привычных нам лекарств. И они гораздо дороже. А ряд препаратов, например, для лечения диабета, можно купить только через молдавские фирмы-посредники. По молдавским ценам, а не по цене производителя.